Книга «Открытым оком» 7 том. Тема о монашестве. Вопрос 1935. Чем могли монахи доказать, что само монашество установлено Христом? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Постепенно многие уверовали, что есть как бы некая неписанная Евангелие, которая открыта только монахам. Это в чистом виде гностицизм пустынный. Часто они свои мысли приписывали, как харизматы, как все пятидесятники сегодня, только Духу Святому. Иеремия, 23 глава, 21 стих. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. И какую бы ни правду ни сказали они, все это у них от Духа Святаго. Так что не могли не появиться современные секты, они есть как бы отростки монашеских заверений в истинности их видений. А у этих теперь свои видения, и все они де от Бога. Поисий Великий, 19 июня. Он часто читал пророческую книгу Боговещенного Иеремии. И много раз сей святой пророк, являясь ему, пояснял непонятные для него в пророчестве тайны, и сокровенными мыслями возбуждал его ум к достижению обещанных благ. Но, простираясь все вперед, все к более суровому образу жизни. Поисий оставил первоначальный подвиг своего пощения и избрал новый. Теперь он стал поститься в продолжении целых двух недель, и только по прошествии их вкушал, как было сказано, немного хлеба с солью и воды, сколько это было нужно. К тому же он возжелал принять на себя и подвиг молчание. Дабы наедине приносить моление единому Владыке Христу, приблизиться к нему еще более и просвещаться его светом. Однажды, когда Поисий сидел в пещере и воспевал божественные песни, явился ему Спаситель и сказал «Мир тебе, моему возлюбленному угоднику». Он же объятый страхом и трепетом встал и сказал «Христе, человеколюбче, Спасе, я раб твой, и за что ты, Владыка, оказываешь мне столь великую милость, что теперь сам изволил снизойти к моему недостоинству?» На это Господь ему ответил «Видишь ли пустыню эту, как она велика и широка? Ради тебя я наполню ее постниками, которые будут прославлять имя мое». Тогда избранный угодник Божий Поисий, пав на землю, сказал «Владыка Господи, твоей крепкой руке все повинуется, и что ты пожелаешь, то и совершается. Молю же твою благость, дай мне уразуметь, откуда явится все потребное и нужное для тех, кто всей пустыне будет подвязаться». Господь на это ответил «Поверь мне, говорящему тебе истину, что если я увижу в них любовь, Матерь всем добродетелям, и если они будут исполнять все мои заповеди, то пусть они ни о чем не пекутся, я сам буду заботиться о них». Тогда Поисий снова вопросил Господа «Еще раз вопрошу твою благость, как они беспреткновенно перейдут вражьи сети и избегнут лютых бесовских искушений». На это Господь ответил «Если они, заповеди мои, как я тебе сказал, будут соблюдать скротостью, правдою и смиренным сердцем, то я не только садил их выше всяких вражьих браней и лукавых коварств, но и дам в наследие Царство Небесное». «Мне же, — говорит писатель его жития, — пусть всякий поверит из верующих в Божие Слово, ибо Слово Божие я имею верным свидетелем. Не то ли и оно говорит, что все повинуется Божиему велению? А так как оно истинно, то пусть и передаваемое мною всякий считает за истину. По причащении божественных таинств тела и крови Христовых преподобный Паисий иногда оставался бестелесной пищи 70 дней». Покаяние логично построено только тогда, когда оно базируется на самокритичности, на самообличении, на строгости к самому себе и чтобы то, что другим даешь, примеривал к себе. Не пользоваться двойным стандартом. Есть за границей те, кто добровольно, довольно правильно обличает сергианство, сотрудничество с властями, предательство интересов Божиих, и почти нигде не встречается подробного анализа того, когда же и кто впервые подал на это заявку, чтобы пожертвовать духовной свободой, а власти мирские бы распоряжались в церкви. Но вот в житиях святых это как на ладони. Там императоры, начиная с неравноапостольного Константина, и все до единого абсолютом авторитета, двигали и передвигали епископов и назначали их. А про царскую власть в России и говорить не приходится. Всегда это было, и особенно унизительным положение стало при Петре I, русском антихристе. А Тихон патриарх своим признанием власти дал очень хорошую путевку умному Сергию Строгородскому. Так все связано, и цепь такая длинная, но тянуть ее надо, чтобы всю вытянув, переплавить на евангельском огне, перековать с Словом Божиим, молотом и решительно отделиться, хотя бы нужно оставить храмы. И все внешнее, свобода во Христе того стоит. Но уже никогда пленница не выйдет, мир ее держит крепко за руку, и церковь, обмерщенная, свыклась с ролью прелюбодейцы, чтобы восседать на мировом звере. Матфея, 23 глава, 4 стих. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Власть, о как сладка и опасна, в духовном и мирском предназначении. Не может быть святой все это басни, иначе участь у нее плачевна. Под куколь патриаршей столько муки натянет к вечеру таких переживаний. Для мироварника достаточны и мухи, чтобы зловонье не отмыть и в бане. Всегда найдется крепче и умней, и не один, а с думой, с комитетом. Примерить то, чем почует свиней, на шее главного, а то и пистолетом. Власть захватить, а позже удержать. В наследство отпрыску и внукам легитимно. Но снова заговор, и с розчерком ножа карабкается лысый чикатило. Духовное владычество опасней, страшней, смертельней, нежели мирское. Да превратится в щуку дохленький карасик, как волк и ястреб, более раскован. Теперь не просто, чтобы не чижали. Хотел бы, да утробы не позволит. Не надрываться толстыми крыжьями, не смотрится на пухленьком мозоли. Чем выше власть, тем ниже по ступеням с одышкою переворачиваться душем. И мне, когда послушать пташек пенье, и мне, когда свой стон души послушать. Отречься, разом разорви все путы. Вернуться на исходное к нулю. Пойдет на это, идиот и глупый. А умный любит почести. Салют. За зубренькую удочка вошла. Обратный ход. Получится дыра. В раздумье уши опустилась шаг. А не подумает ли кто, что я дурак?